Субтитры делал DimaTorzok Для оказания скорой медицинской помощи и провиант все это поможет вам продержаться до приезда службы спасения. Дежурят на Ай-Петри спасатели только в выходные. По будням выезжают на плато в случае происшествий. Если вы одолели серпантин, готовьтесь к бездорожью на Яйле. Застрять здесь можно не на один час. Водителям неспроста советуют выбирать авто с полным приводом. Провести выходной с друзьями в горах решил и сотрудник МЧС Александр Плескунов. Чтобы поездка прошла без сюрпризов, машину подготовил заранее. Специально для этих целей приобрел цепи. Они все-таки придают немного уверенности. Ну и, соответственно, какой же внедорожник, скажем так, без лопаты. Этот инструмент не раз спасал путешественников, попавших в беду. Если лопаты под рукой не оказалось и одолжить ее не у кого, в ход идет все, что нашлось. В том числе и хвойные ветки. Но трудности могут возникнуть не только в дороге. Я бы советовал брать с собой жгут, чтобы вдруг какая-то рана наложить можно было, остановить кровотечение. Опять же, стерильные бинты, вату, на шаппырь вдруг кто-то потеряет сознание. Ну и в зимнюю погоду обязательно какую-то с собой теплую одежду дополнительную. Чтобы попасть на крымский горнолыжный курорт, путешественники готовы к любым трудностям. Но вы только посмотрите, как здесь красиво. На Ипетре несколько туристических баз. Одна из самых популярных на 26-м километре. На этих склонах 17 лет назад Анна Борисенко училась кататься на лыжах. Теперь каждую зиму приезжает оттачивать мастерство. Я получаю вдохновение от катания. Заряд энергии, ну как минимум на неделю. Потом мы любим подниматься всей семьей, поэтому мы здесь все общаемся, шутим. Наслаждаемся обществом друг друга. Покоряют склоны не только профессионалы, но и любители. Одни на лыжах, другие на ватрушках или сноуборде. Здесь три трассы разного уровня сложности. А в декабре 2019-го для любителей экстрима установили новый подъемник. Развивается минимальными шагами, потому что за пять лет сделали вот этот только хороший подъемник и то швабра только. Ну это Крым, тут погода. Мне очень это интересно, потому что я катаюсь еще на велосипеде в экстремальном спорте тоже. Зимний сезон на Айпетре длится 2-3 месяца. Станет ли когда-нибудь это место официальным горнолыжным курортом пока неизвестно. На реализацию масштабного проекта нужны не только деньги, но и экспертиза. Выдержит ли экология крымских гор, инфраструктуру и туристический поток. Татьяна Балыкина, Игорь Сюткин. Утро нового дня.